Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Вера Благовещенская. Я старший инженер по тестированию программного обеспечения, компания Basalt-СПО, город Угнинск. Мой доклад посвящен обзору процесса тестирования приложений в операционных системах Alt, на развитие которого в 2021 году выдан грант Российского фонда развития информационных технологий. В конце 2021 года компания Basalt-СПО вошла в число победителей конкурса проектов по разработке российских решений в сфере IT. Этот конкурс организовал Российский фонд развития информационных технологий, RFREIT, в рамках федерального проекта цифровые технологии национальной программы цифровой экономики Российской Федерации. Всего на конкурс поступило 226 заявок, и среди победителей оказалось 62 проекта из различных регионов России. Грант-Базальт-СПО выдан на развитие инструментов управления групповыми политиками Active Directory, а также инструментов администрирования Microsoft Active Directory, которые входят в состав операционных систем Alt-образования, Alt-рабочая станция и Alt-сервер. В 2022 году разработчики компании Basalt-СПО усовершенствуют инструментарий управления групповыми политиками, обеспечив заказчикам переводить на Alt свою цифровую инфраструктуру. На слайде перечислены модули, которые дорабатываются в рамках гранта. Хочу сразу сказать спасибо Валерию, он показал картинки, мне сразу стало спокойнее. В докладе Валерия были все эти модули, которые мы тестировали. Я их сейчас перечислю. Alterator GP Update — это модуль панели управления операционной системой, или проще говоря, альтератор, для включения механизма применения конфигурации на клиентских машинах. GP Update — модуль клиентской машины для применения конфигурации. ADMC — это модуль удаленного управления базой данных конфигурации, предназначен для управления объектами в домене и групповыми политиками. GP UI — это модуль редактирования настроек клиентской конфигурации. Как следует из названия, он предназначен для настройки изменения параметров групповых политик. Важным этапом жизненного цикла разработки любого программного обеспечения является тестирование. Чтобы получить высококачественный продукт и минимизировать затраты на исправление ошибок, необходимо как можно раньше начать его тестировать, желательно на стадии анализа требований. Инженеры Coatim, компания Bazalt SPO, приступили к тестированию модулей на самых ранних стадиях разработки. Здесь я отмечу, что alterator GP Update, GP Update и ADMC до работ по гранту уже существовали в репозиториях ALT, и их тестирование выполнялось в соответствии с регламентом отдела тестирования. Писались тестовые сценарии, при появлении новых версий проверялись исправления. В прошлом году на этой же конференции в Переславле мы с Михаилом Черноногом подробно рассказывали, как проходит процесс тестирования пакетов. Кому интересно, можете посмотреть видео прошлого года. В рамках работы по гранту тестирование началось еще до отправки пакетов в стабильные репозитории в так называемом тест-онли режиме. Тест-онли тестирование выполнялось итерационно, в несколько итераций, и, как показала практика, это было совершенно правильное решение тестировать наработки по пакетам до отправки их в стабильные репозитории. После того, как основная масса ошибок была исправлена, формировались уже задания для продуктовых бранчей, и пакет проходил в репозитории. В рамках работы по гранту инженеры по этим существенно доработали тестовый сценарий по всем модулям. На основе технического задания для каждого модуля были созданы технические требования, тестовый сценарий, и разработана специальная сквозная нумерация для тестовых сценариев. На слайде видно кусочек отчета промежуточного, видно, что каждому сценарию присвоен свой уникальный номер, и существует привязка к пункту технического задания, в рамках которой этот кейс выполняется. Кроме того, уникальный номер использовался тестировщиками при создании ошибок. На следующем слайде пример ошибки, найденный для модуля ДМЦ. Видно, что в заголовке присутствует вот этот самый уникальный номер, который в точности соответствует номеру тестового сценария в тест-линке, и дополнительно указывается требование в ТЗ. Номер требования существенно облегчает поиск, как по самим тест-кейсам, так и по ошибкам, найденным при прохождении тест-кейс. Я перечислю виды тестирования, которые проводились и проводятся в рамках работ по гранту. Можно разделить виды тестирования на три группы, функциональные, нефункциональные и связанные с изменениями. Функциональные тестирования — это системное тестирование, проверка функциональных требований к системе в целом. Модульное тестирование — это проверка функциональности и поиск ошибок в отдельных модулях системы, которые могут быть протестированы по отдельности. Интеграционное тестирование — это проверка взаимодействия между компонентами, а также взаимодействия между другими частями системы. Нефункциональное тестирование — это тестирование документации проводилось, проверка, насколько полно и точно документировано ПО в соответствии с предъявляемыми требованиями. Тестирование удобства использования. Узабилити или UX. Для того, чтобы приложение было востребованным, ему мало быть функциональным, ему нужно быть еще и удобным. Тестирование удобства использования входит в must-have тестов, которые нужно проводить при выпуске массовых продуктов. И у нас оно тоже проводилось, и достаточно серьезно. И группа тестов, связанная с изменениями — это регрессионное тестирование и смог-тестирование. Регрессионное тестирование — это подтверждение того факта, что существующая ранняя функциональность работает, как и прежде, ничего не сломалось. Смог-тестирование — это короткий цикл тестов, предназначенный для подтверждения того факта, что приложение устанавливается, запускается и выполняет базовые функции. Понятие «дымовое» тестирование пошло из инженерной среды, когда при вводе нового оборудования в эксплуатацию считалось, что тест пройден успешно, если из оборудования не пошел дым. На следующем слайде представлена схема стенда, которую мы использовали. В качестве контроллеров домена выступала операционная система alt-server 10.0. В качестве клиентов были использованы alt-рабочая станция 10.0, alt-рабочая станция K, на тот момент еще в бета, и alt-образование 10.0. Также был клиент на базе Windows, Windows 10 и Microsoft Windows Server 2012 R2. Самое интересное место — статистика найденных ошибок. Сразу скажу, что статистика на данном слайде приведена за период, примерно три месяца. Ошибки, которые находились и были исправлены до начала работы по гранту, в данной статистике не учитывались. На левой диаграмме как раз перечислены модули, которые мы тестировали. Синий столбик — это найденные ошибки, заведенные. Красный — это исправленные ошибки. Желтый — это отклоненные, которые помечены как ноты баг. Видно, что примерно 70-80% ошибок были исправлены. Это не может не радовать. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить разработчиков за то, что они очень оперативно все исправляли, прислушивались к нашему мнению. Это очень важно. На левом диаграмме представляет из себя статистику, процентное соотношение багов юзабилити к общему количеству ошибок. Видно, что их почти что четверть. То есть баги удобства использования наравне с функциональными исправлялись. Это просто замечательно, потому что чем удобнее продукт, тем он круче. Ну и напоследок я уже заканчиваю. Хочется отметить такой важный момент, как ротация кадров. Наш отдел тестирования растет, и за прошедший год выполнился многими новыми специалистами. И все они приняли участие в тестировании модулей по гранту. Это обеспечило свежий взгляд, нахождение новых ошибок. Также хочу отметить еще то, что у нас по сравнению с прошлым годом в разы улучшилось взаимодействие с разработчиками. Это был больной момент, про который я говорила на прошлой конференции, и мы были услышаны, общение наладилось, продолжать налаживаться. Я думаю, чтобы не задерживать. Вопросы? А вы проводите удаленное тестирование? Если я, допустим, в школу вас приглашу и покажу, вот тут не работает, и вы как-то это сможете описать? На альте? Ну да, на альте образование. Вот я ввожу в домен, допустим, не работает. Вы это увидите? Как-то может сами что-то сделать? Нет, мы не работаем. Не делайте такие тестирования? Все, наверное, возможно по запросу. Вопросы, предложения, комментарии? Предложение, начать так делать. Ну, у меня есть вопрос. Какой процент уже существующего в альте программном обеспечении покрыт первоначальными тестами, там, юнит-тестами, там, вот так вот? Где меньше всего работы для обычных тестировщиков? Мы сейчас говорим про модули, которые в рамках гранта, или вообще про все? Про все. Какой процент покрыт автоматическими тестами? Ну, примерно так. Ну, Евгений утром выступал, говорил, по-моему, там 300, да, Женя? Сколько? 300 пакетов. В основном покрывается тестами функционал, который можно заскриптовать. Вот сейчас, вот второй доклад у нас был, тестирование как раз интерфейса. То есть мы активно осваиваем вот это. Данные по процентам я не скажу, можно в кулуарах обсудить, примерно прикину. Я так поняла вопрос, сколько пакетов из репозитория покрыто тестами? В каких кулуарах? У нас запускаются юнит-тесты для DMC, то бишь, по крайней мере, это проверяется. Остальное проверяется вручную, потому что надо разворачивать стенд. Пока что у нас нет автоматического разворачивания. Автоматическое разворачивание, оно будет. В планах автоматизировать через OpenQA также проверку всех модулей, ну, по возможности всех модулей ADNC, и точно так же в будущем проверять это все вместе с самбой. То есть это в планах к концу года. Я, наверное, неправильно поняла вопрос. Суть вопроса, наверное, это, конечно, что… Суть вопроса вообще про все пакеты, а не про те, которые… Это не относится к текущему докладчику. Это можно обсудить позднее. В кулуарах. Кто-то забыл телефон. А есть еще предложение. Можно делать удаленное тестирование, то есть на альтообразовании поднимать какого-нибудь программу удаленного доступа и предоставлять доступ, чтобы тестировщик мог на проблемной машине что-то протестировать. У нас руководитель отдела тестирования присутствует в зале. Сейчас он хочет прокомментировать данный вопрос. Комментарии можно, Алексей? Можно я попробую ответить на этот вопрос? Вы, видимо, два совмещаете в одном. Вы говорите про все-таки случай с технической поддержкой. Тестирование – это подразделение, которое внутренне для компании, оно не, как сказать, просто не предназначено по своему задумке, по своему определению для выполнения услуг, внешних бизнес-услуг. То есть для заказчиков, потребителей продуктов компании «Базальт-СПО». И у вас, скорее всего, вопрос адресуется по части кейсов технической поддержки, причем одного из трех вариантов имеющихся. То есть это ни в коем случае не базовый, это кейс расширенной технической поддержки. Если, допустим, есть такое у организаций, в которую установлено, скажем так, имеет место какие-либо технические сложности, трудности, вам этот вопрос решать необходимо именно с технической поддержкой. Если это на этапе знакомления с продуктом, соответственно, это обращение в отдел технической поддержки продаж, где тоже, возможно, вариант, по которому вы спрашиваете. То есть создание каких-то определенных пользователей в системе, с помощью которых вам могут оказать помощь удаленную для решения возникших вопросов. Если у вас этот вопрос, вы уже обращались, вы можете просто сказать номер обращения, если оно было и на него вам не ответили. Можно, скажем так, ускорить решение данного вопроса. Ну или вам стоит его каким-то образом формализовать. Обратиться в техническую поддержку, это не к подразделению тестирования. Но меня, я думаю, что дополнит… Спасибо большое, но я все-таки должен заметить, что мы выходим за правила конференции, потому что это вопрос, который уже связан отчасти с бизнесом. Они недопустимы у нас на конференции. Слава Богу, что они, в общем, не поднимались. Если других вопросов нету, от себя хочу сказать, как от одного из разработчиков, большое спасибо, Вир, и тебе лично, и всем, так сказать, твоим соратникам и соратницам за ваши труды. Мы порой ругаемся, порой, так сказать, брыкаемся, но без вас было хуже. Спасибо большое.